Спонсор показа – наш интернет-магазин умабук.ру. Все доходы от продажи направляются на содержание сайта умма.ру. Как обычно, я для себя все эти годы, ну или являюсь имамом этой мечети последние двадцать три года с сентября девяносто седьмого. Моя задача не продвигать. Я знаю разные течения, но я не к суфистам, не к салифистам, я специально так их называю. Ни хариджистам, ни другим, ни третьим, ни к каким течениям не отношусь. Мое богословское образование позволяет мне работать напрямую с Кураном и сунной. Ну и тем более уж моя практика последних тридцати четырех лет религиозной практике. Поэтому мы работаем в нашей мечети с аятами, Куран, с хадисами, сунна. Прорабатываем, и в том числе прорабатываем по литру мнений. Та же самая моя книга «Как увидеть рай». Как порой в интернете пишут, вот Шамиль это разрешил, то запретил. И чистый вода клевету. Вырезают мои слова из какого-нибудь моего выступления, ставят. И там каждый, как этот босс-молокосос или еще что-то, каждый, кому не лень, начинает снизу писать «Ой, какой он кяфир, ой, какой он кяфир». Люди даже не удосужились прослушать полностью от начала до конца, прочитать полностью материал, который я написал, абсолютно. Им по барабану. То есть сегодняшнее интернет-невежество, интернет-хулиганье, это, конечно, часто поражает. Просто поражаешься. Как может мусульманин говорить другому мусульманину кяфир, мушрик и так далее. Поражаешься культуре сегодняшнего мусульманского интернета или мусульманской части интернета. В этом контексте мы с вами в пятницу еще начали тему джема'атут-такфир валь-хиджра. Уже на умму.ру эти материалы аудио не есть. Мы разбирали довольно подробно. Это откуда появился джема'атут-такфир. Но если посмотреть на современный интернет, то, конечно, очень многие, кто питаются или смотрят на Куран и сунну именно через призму джема'атут-такфир. Хотя сами, может быть, себя считают саляфитами, другими, третьими или просто мусульманами, набожными. Но просто обычное элементарное незнание и выдернутое цитирование аятов и хадисов без общего контекста. На этот счет, как раз у меня желание постепенно, поэтапно проработать эту книжку. Она давно на меня. Это не какой-то, может, что-то супер-мупер какое-то. Но это очень хороший такой научный подход. Это разногласия именно в вопросах богословия. То есть принадлежащие к разным мусульманским современным течениям. То, что могут быть разные мнения в контексте Курана и сунны, это всегда было и во времена пророка Мухаммада, тем более после его смерти. Это всегда было совершенно абсолютно нормально. Но есть проблемные точки, когда разногласия начинают в корне уже дробить общность мусульман. В этом контексте здесь есть такая информационная вставочка, она мне понравилась. Я вам процитирую и частично переведу. Ну, поясню. . . Это разногласия, но которые похвальны с точки зрения ислама. То есть это абсолютно нормально, это хорошо с точки зрения ислама, что есть разные мнения. Ну, моя специализация шариат, это Кулету Шариа. В свое время, в середине 90-х в университете Алясхар. Алясхар известен отсутствием идеологизированности. То есть там нет какой-то пропаганды, какого-то течения. И факультет шариата как раз дал мне вот эту вот постоянную палитру мнений, аргументация, контраргументы и так далее. Четыре года все это учил и изучал. Мне это интересно. Даже в том числе, когда писал свои материалы, чисто богословские, по всем спорным вопросам. Это как раз книга «Как увидеть рай». Там все это ссылка, сноска, вот аят, если он есть, вот хадис, вот такие мнения. Все понятно. Но не идеологизировано. И вот здесь как раз вот эти два абзаца, они важны. В исламе есть понятие разного мнения. Но если есть понятие разного мнения, как махмуд, что-то похвальное. Что это такое? Л Von druси и опять же, такое. Акути'а. Акути'а ад. pitched. weirdly, laatxa, только те же, под ... примеров. float, так как, звё dynasty, она эта тема и ッ, . Здесь поясняется как раз этим абзацем правильные, здоровые, нормальные богословские разногласия, которые в исламе похвальны. Они всегда развивали мусульманское богословие. Абсолютно нормально. Что это? Это когда . То есть прикладываются такие научные усилия. Усилия разума, мозга. Безусловно, с учетом, что у человека есть базис, именно высшее богословское образование, знание арабского языка, знание аятов, Корана, хадисов. У него есть базис. Он в состоянии, весь инструментарий он имеет, и языковой, и богословский. И он с этим работает. Так вот, здесь есть первое, в котором Махмуд – это разногласия, которые объединяют. То есть центральный стержень един, а есть определенное ответвление. Это абсолютно нормально. То есть стержень центральный, это Коран и Сунна. А то, что какие-то то же самое . Прикладывание . То есть, когда прикладываются усилия, то есть именно в тех вопросах второстепенных вопросов, где нету однозначного. То есть, когда меня определенно выводят из себя, когда говорят, что в исламе однозначно музыка запрещена. Послушайте, говорю, ну нету ни в Коране, ни в хадисах. Ну зачем вы людей обманываете? То, что некоторые ученые додумали, что здесь это подразумевается, додумали, что здесь это имеется в виду, ну не вопрос, пожалуйста. Но запрета прямого нет. Поэтому на этот счет есть мнение. И вот здесь как раз ученые, как ученые, они знали четко. Есть такое мнение, такое мнение, такое мнение. У них свои обоснования. И они между собой, как ученые, именно правильные их целяв. Когда Махмуда, когда разногласия, они правильные и похвальные. Это те разногласия, которые объединяют. Они нанизываются все вместе на аяты и хадисы. Коран и сунна. То есть человек прикладывает научные усилия, изучает вопрос с самых разных сторон. Он изучает в том числе, это риваят, он изучает самые разные варианты, самые разные трактовки, подходы к тем или иным аятам и хадисам на эту тему. Человек имеет соответствующие знания, он взвешивает аргументы этой стороны, другой стороны и какой вывод можно сделать на основе этих аргументов, на что они указывают. И в итоге постепенно появляется мнение. Это мнение дает другим людям возможность понять данную тему с какой-то необычной стороны. Увидеть какую-то очередную грань вопроса. Открывает, возможно, тазиду, табасур. Дает возможность людям увидеть то, что они не могли до этого увидеть. Оно было для них чем-то далеким и непонятно. Но самое главное в этой научной деятельности богословской . И вот это будет правильным, здоровым, объединяющим разногласием, если человек не заявит, о том, что вот это его мнение, свободное мнение, это его мнение, оно является центральным. Он навязывает его всем вот так. Это окончательное решение. И нельзя никак с этим спорить. Вот оно вот так и все. То есть вот такие моменты, они самые проблемные. То есть вот именно здесь, когда человек во второстепенных вопросах, относительно которых нету прямого, подчеркиваю, люди очень часто, в том числе некоторые имамы, которые не имеют богословского образования, к сожалению, они знают арабский язык. Но иногда вот слушаешь, некоторых порой какая-то ситуация бывает. Человек говорит с умным видом, цитирует хадис и говорит, вот этот хадис запрещает музыку. Я думаю, господи, я понимаю, у тебя там, может, крутое мадресе или еще что-то где-то там учился. Ну, ты арабскому научился. Ну, у тебя богословского образования нет. Это такая проблема. Потому что этот хадис не запрещает музыку. Вот четко видно, ну, понятно. Ну, зачем ты вот это додумываешь? Скажи, что есть мнение ученых, которые увидели в этом хадисе запрет. Все. Тогда нет вопросов. Но не надо говорить, что там запрет. Потому что там нету его языкового, прямого. Это, ну, как бы моя специализация, так как шариат уже, не знаю, там, с середины 90-х, да, считайте, уже 25 лет. И вот все эти годы я работаю с советами хадисов. Поэтому немного, конечно, меня иногда вот так, когда что-то, стараюсь ничего не видеть, но если увижу что-то, и кто-то на мою страничку заходит, что-то там. Я думаю, ну, как же вы так умудряетесь? Ну, что за безобразие? Как можно вот так вот все мешать аяты и хадисы со своим невежеством? И вот здесь как раз очень хорошо сказано о том, что есть разногласия в мусульманской среде. Они всегда были, но они объединяют. Их единит Куран и Сунна. Есть у тебя такое-то мнение? Ты конкретно проработал какой-то вопрос? Пожалуйста. Оно может быть пятым мнением, десятым мнением, семидесятым мнением. Не вопрос. Ты его по-своему обосновал, ты нашел какое-то ему оправдание? Пожалуйста. Но не говори, что все теперь обязаны следовать этому мнению. И оно единственное верное. Вот здесь начинается секта, здесь начинается разделение мусульман. И поэтому как раз второй абзац. То есть разногласия, которые порицаемы в исламе. Это то есть это те разногласия, которые разделяют. Ну, та же самая тема. То есть много очень. И со времен еще сподвижников пророка Мухаммада всегда были течения, которые между собой воевали. Во времена уже халифов праведных. Друг друга убивали. Не только оскорбляли, они просто убивали. Воевали друг с другом. Ну, послушайте. И эти, и эти мусульмане. Ну, зачем так? К сожалению, и до сих пор. Даже когда я это утром вычитку делал, считал для себя. Я вот постоянно вспоминаю, ну, все быстро все забывают. И вот эту ситуацию с Каддафи. Каддафи очень интересно. То есть Ливия одна из, на самом деле, те, кто там жили, говорили, одна из самых богатых стран, где о людях заботились. Может быть, там Каддафи не идеален, или его сыновья, или Саддам Хусей не идеален, или еще что-то. Но как нефтяная страна, то есть о народе там заботились. И вот, когда вот эту всю проблему подняли, в Средней Азии тоже было, в Таджикистане, в Узбекистане, когда поднимали вот это на религиозной волне. Ну, на самом деле, это все такфиритские движения. Поднимали на религиозной волне. Вот тогда говорили же, Каддафи его убили. То есть это насколько нужно быть тупыми вообще. То есть разрушить собственное государство. Ну, как порой некоторые говорили, которые в каких-то ситуациях бывали, в Средней Азии, они говорили, использовали тех, кто употреблял наркотики, либо просто там легкие наркотики, чтобы, ну, одурманить людей, чтобы им легче было убивать друг друга или мирное население. И были же, то есть, ну, я вот, например, думал, как вот народ настолько туп может быть тупым. То есть миллиарды долларов были Ливии в европейских банках. И в итоге, то есть Каддафи, вот когда уже вот он, да, и говорит, как бы, ну, не убивайте. Ну, у человека миллиарды долларов, да, и он, ну, много может сделать хорошего. Нет, просто вот надо его убить. По-моему, там еще потом его в холодильник поставили, в холодильник поставили. В холодильнике был, по-моему, в торговом центре, не помните? Насколько я помню, его поставили в холодильник в торговый центр, чтобы все видели, как его убили. То есть вот это вот, почему такая мусульманская ненависть, неприязнь. А в итоге там Саркази тогда и остальные европейцы, которые просто поразительным образом борются за демократию во всем мире и объявляют России там разные санкции. Они просто-напросто взяли и отдали эти деньги кому? Тем, кто потом превратился в ИГИЛ. Вот думаешь, ну, Господи, ну, как вот так можно? Мусульмане, вот мы что, мусульмане, настолько тупые, что ли, что нами так играют? Удивительно. Поразительно. И в итоге из этого всего вырос ИГИЛ. Не знаю. Вот порой задумываюсь, как так можно? Почему так? То есть разногласия. Ладно, когда богословский, есть такое мнение, такое мнение. Один такую шапку одевает, у другого такая борода, у третьего такие штаны. Наша мечеть, кого только нет, я всегда говорю. Вот самые разные течения. Пожалуйста, вообще никаких вопросов. Но некоторые же мечети бывают в регионах. Вы туда зайдете, не в той шапке. К вам подойдут, после Джума и скажут – а чего у тебя такая шапка? Или почему у тебя борода есть, или почему у тебя бороды нет? Ты какой-то не такой. У нас здесь все вот с определенными шапками. Это как разогласия. То есть разногласия, которые делят людей. «Во هو ذلك الخلاف, для того как разогласия». Это хорошо. Это значит, есть второе, разногласия – это разногласия именно порицаемые. Разногласия, которые разделяют тафрики. Это в каком случае? В том случае, когда во второстепенных вопросах, где могут быть мнения, начинается, постепенно все это превращается в то, что людям навязывают это мнение, что они обязаны этому мнению слушать и обязаны этого мнения придерживаться. То есть исполнять это . То есть фактически именно так делать и без вариантов. И в итоге это все приводит к пути, когда только вот этим путем ты движешься. Ты мусульманин, но если ты этим путем определенным не движешься, то уже у тебя проблемы. И в итоге мусульман дробят, дробят, дробят сами же мусульмане. Вот на этих второстепенных вопросах. Сейчас давайте по поводу дробления в эту тему упакую я вам два хадиса важные. Эти хадисы интернет постоянно цитирует, но не поясняет. Эти хадисы любят именно различного рода мусульманские секты. Потому что в этом хадисе сказано, что только одно течение зайдет в рай. И они, любители, сказать, вот это мы с нашим шейхом, с нашим устазом, с нашим еще чего-то. Вот только мы. А все остальные мусульмане заблудшие. Это проблема именно такого взгляда на эти хадисы. Достоверные хадисы. Два риваята здесь, два хадиса. Это я вам процитирую Абу-Дауд. Аль-Хасана-С-Сухи́х достоверные. У Абу-Дауда, ну, если кому интересно, это под номером 4596. И следующие 4597. Вот Абу-Хураиры. Пророк Мухаммад Абхази, алейхи салату ассалам, сказал. Ифтаракат аль-Яхуду аля ихда ау итнайн ва сабаин фирка. Ватафарракат аль-Насара аля ихда ау итнайн ва сабаин фирка. Ватафтарик у умати аля салатин ва сабаин фирка. То есть, в сваде хадисы Термизи тоже есть. Термизи тоже говорит Хасана-Сахи́х. Заключительное Божие послание к алейхи салату ассалам сказал. Иудеи разделились то ли на 71, то ли на 72 течения. Христиане разделились то ли на 71, то ли на 72 течения. Мои последователи разделятся на 73 течения. Это очень известные любят в интернете как бы на счет этого хадиса. Я не уходил никогда в эту тему. Но тем более, что есть мнение, мне нравится это мнение у Юсуфа Кардави, когда он говорит по смыслу этот хадис недостоверен с учетом Корана и Сунны. Но Кардави это говорит именно через взгляд различного рода мусульманских течений, которые заявляют, что вот они те единственные. Потому что в следующем хадисе как раз будет сказано. Очень важный момент сказан. Они как раз его берут себя на вооружение. То есть здесь как раз уже другой хадис. И перед дается о том, что посланник Божий однажды встал и сказал, будьте внимательны. Те, кто был до вас, люди Писания. Ну, это те же самые иудеи и христиане. Они разделились на 72 течения. Мои последователи разделятся на 73 течения. И в том хадисе было сказано про 73, и здесь про 73. Но в этом хадисе добавляется. То есть 72 течения окажутся в аду. А одно – в раю. И вот здесь как раз идет. Те, кто окажутся в раю – это джемаа. В этой книге, которую я цитирую, по разным течениям. Здесь целое большое вступительное слово как раз по этому поводу в том числе. И потом в конце эти хадисы приводятся. Здесь говорится о том, что с точки зрения ислама, если коротко пояснить, вот эти два хадиса. То есть, к сожалению, различного рода мусульманские секты, которые во второстепенных вопросах категорично заявляли, что их мнение единственно верно, а все остальные кафиры, заблудшие и мушрики… Ну, далеко ходить не надо. То есть в интернете я периодически баню людей, которые заходят ко мне и говорят – ты кафир. Я даже на это думаю, ну, как так можно другому сказать? Ты мушрик. То есть я сотни таких забанил. Ты еще чего-то там, чего-то, чего-то. Ну, то есть люди, которые с точки зрения мусульманского богословия Курана и Сунны, возомнили себя богами. Они решают, кто кафир, а кто не кафир. Но этого даже не понимают. Так вот, сектанский подход в исламе. Такие течения всегда были. Мы с вами в пятницу разбирали . И сегодня разные их проявления, они есть в интернете. То есть когда человек говорит вам, что если вот так, вот так ты не сделаешь, тогда ты кафир. Или вот эти течения, они все кафиры. А вот у нас правильное течение. Вот хадис. Пророк Мухаммад сказал о том, что будет 73 течения, 72 ватт – это они все. А вот одно в рай – это мы. Это категорически с точки зрения Курана и Сунны недопустимая трактовка. И поэтому Кардави, наш современник, он сказал, то есть эти хадисы, если вот так их понимать, они по смыслу своему недостоверные. Но хадисы достоверные. Почему? Потому что нужно правильно их понимать. Здесь во втором хадисе как раз идет слово – общность. То есть именно общность, вот эта мусульманская общность, при том, что они разные, у них штаны разные, шапки разные, бороды разные, национальности разные. Это разное, то разное. Вот у них много всего самого разного с точки зрения практик, культур, языковых нюансов. У них много разного. Но для них единящим центральным стержнем, является Куран и Сунна. Там нет тех, которые скажут, что всего намазов шесть. Нет, там все говорят, намазов пять. Хадж – обязателен, пост-тармадан – обязателен. С точки зрения однозначных вещей, они абсолютно одинаковые. Вот джамаа. А во второстепенных вопросах у них могут быть разные мнения, но при этом разные мнения они друг друга кафирами не называют. Они просто – хорошо, ты думаешь так? Я думаю вот так. Все. Вот это джамаа, то есть то, что нанизывается, вот этот стержень Курана и Сунны, в том, что однозначно по Курану и по Сунне. Вот это как раз джамаа есть. А вот все эти секты, которые сказали, о, мы такие вот единственные, а все остальные в ад – это уже сектанство, наоборот. Как раз таки они, эти секты, и являются теми семьюстью двумя течениями. Они как раз таки и являются. Ну, потому что в хадисе сказано, что если ты другому скажешь, что он, завтра будем цитировать эти хадисы. Если ты другому скажешь, что он кафир, то в этом случае либо он, либо ты сам кафир. То есть вот это вот такфир, а джамаатов много разных с такфиром, с элементами такфира. Поэтому стержень, есть в хадисе, да. Одно течение окажется в раю. Но это . То есть вот это . И вот здесь прямо несколько страниц он поясняет. Поясняет, в том числе, Сура Аль-Имран, 103-й аят, где Аллах говорит, фрагмент. Держитесь за веру Аллаха, Бога Господа, все вместе и не разъединяйтесь. Поэтому аяту я вам столько всяких жизненных примеров могу привести мусульманского безобразия. То есть люди говорят очень красивые речи о том, что нужно объединяться, но в их понимании, что все должны объединиться под их знаменем. Под их шапкой, под их конкретной какой-то формы бородой, только под их шейхом. То есть они цитируют. Либо они просто красиво это цитируют, но при этом, с точки зрения, поведение их в мусульманской среде, они только делят и дробят. . Все вы объединяетесь. . Что такое верфь Всевышнего, какой-то канат, за который вы держитесь. В основном все говорили, что подразумевается Коран. Но в том числе, от Ибн Мас'уда риваят, в том числе, о том, что здесь подразумевается . Общность мусульманская. И даже здесь приводится фрагмент из хутбы Ибн Мас'уда, где он сказал . То есть у люди. . Вы обязаны проявлять покорность и способствовать общности. . Поистине, это как раз и является той верфью, канат некий такой, Всевышнего, да, который в аяте упомянут. Той верфью, который призывает к которой, или держаться за которую призывает Всевышний. И вот тогда те самые два хадиса становятся понятными. Они говорят о том, что именно сектантский подход разделения, когда все кяфиры, а вот только твое направление такфиритское, такое-сякое, третье, только они окажутся в раю. Все. Вот как раз ты – одно из тех 72 мусульманских течений, которое окажется в аду. Одно, которое окажется в раю, это не какое-то течение, а это вообще мусульмане центром, стержнем для которых был Куран, достоверная сунна, и это их объединяло. Даже разногласия таджмии, как мы с вами сказали, разногласия были объединяющими, не враждебными, а просто научно объединяющими, что есть разные взгляды, разные мнения.